Разрешите открыть торжественное собрание, посвященное 45-летию образования Одинцовской детско-юношеской спортивной школы. 2015 год стал для тренеров и воспитанников детско-юношеской спортивной школы юбилейным. Спортшкола появилась в Одинцово ровно 45 лет назад. Все начиналось с лыжных гонок и бокса. Перед тренерами стояла задача воспитать подрастающее поколение в лучших спортивных традициях, забрать ребят с улицы, дать им путевку в жизнь. Так в плеяде отечественного лыжного спорта засияли имена Дмитрия Лишенко, Алексея Аронова и Алексея Копытина, мастеров международного класса. Свой спортивный путь они начинали от тренера Виктора Семеновичева. Тут нету двух великих. Просто я историю когда поднял в школу, сейчас скажу. Гавриков Владимир, мастер спорта международного класса, призер первенства мира по биатлону. Заслуженный мастер спорта, чемпион мира, гардиок Виктор Осич. Ну а это самые лучшие из лучших на данный момент, которые наивысших результатов достигли. Я жил в поселке Баковка, то есть у нас была маленькая школа, ну в основном там как раз те, кто жил в поселке, там и недалеко там микрорайон. Ну и была проблема, то есть мне всегда хотелось заниматься лыжами, но секции у нас не было. И моя родственница, она узнала, что есть хороший тренер в 13-й школе. И как раз вот меня мама привела в 13-ю школу, начал тренироваться, но постепенно там достиг результатов хороших. Как и 28 лет назад Виктор Семенович в тренерском строю. На подходе одаренный и перспективный лыжник Рудик Чуприян. По случаю юбилея спортивной школы молодому лыжнику презент от старшего поколения. Лента победителя, который повязывает Дмитрий Лишенко. Отдельная благодарность за многолетний труд заместителю директора Надежде Веткиной, которую в лыжный спорт привел Николай Манджосов. В штате школы работают 23 штата-сенера, которые работают по четырем видам спорта. Их 8 тренеров имеют высшую и первую коллекционную категорию. Этот год оказался успешным для одинцовских легкоатлетов. Виктория Горлова и Ирина Болдырева выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. Их коллеги по команде отличились на областных и всероссийских турнирах. Тренируют ребят Светлана Лапина и Виктор Горлов. Большой респект родителям, родителям, которые нас поддерживают. Поддерживают в нашем деле. Я имею в виду тех родителей, которые ведут детей в спорт. Потому что сейчас трудно с этим, честно говоря, затащить ребенка в секцию. И вот те родители, которые хотят, чтобы их дети занимались, они занимаются. Большое вам спасибо. За высокие достижения в спорте наградами были отмечены воспитанницы отделения художественной гимнастики. Не подвели и футболисты. Детско-юношеская спортивная школа стала победителем областного первенства по футболу в высшей группе. Набрав 125 очков, перешла в премьер-группу, где играют лучшие команды. Поздравила спортсменов и заместитель руководителя района администрации Виталий Савилов. Юбилейные медали и грамоты – безусловно, приятное дополнение для молодых футболистов. Они уже всерьез задумываются о профессии, глядя на своих наставников. Перефразирую классику, в 45 лет спортивная жизнь школы только начинается. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».